Всем привет! С вами Эдгар и мой грёбаный видеоблог мысли от Эдгара. Сегодня будет такая вот мысль от меня. Все вы разговариваете внутри себя с самим собой. Это называется внутренний голос. Но вряд ли вы прям глубоко задумывались про это. Я задумываюсь на разные темы, кому-то эти задумки кажутся идиотскими, но меня всегда интересуют вот такие вот простые вещи, к которым мы относимся уже как должно так быть, ну как бы это так есть и все. Пользуемся какими-то процессами настолько это привычно, ежедневно, что мы про это даже и не думаем. А я вот подумал, человек беседует с самим собой. С кем он беседует? Два варианта есть, да? Когда ты бодрячком и когда ты спишь. В двух вариантах ты беседуешь с кем-то. Даже когда ты спишь. Особенно меня этот процесс интересует. Я сплю. Во сне начинаю с кем-то разговаривать. И тот человек, с кем я разговариваю или с чем я разговариваю, мне отвечает. Я с ним спорю, разговариваю там. Ну да, процесс какой-то идет. И при этом, смотрите, вот в чем мысль, глубина мысли. То, что я во сне с этим человеком спорю о чем-то, он мне что-то отвечает, но я в этот момент про это не думаю. Как бы процесс не так происходит, как вот сейчас я, например, могу изобразить. Типа, два из моих, две куклы, я явно знаю, что это вот это кукла, это вот это. Я скажу, привет. И за это вот думаю, привет придумал. И за этого придумаю тоже. Ну, привет, как дела? Нормально. Ну, и все такое. Как в школе? Привет, как дела? Нормально, как в школе? Привет. Короче, вот такой процесс. Но я и это, и это придумал сам. Я про это знаю. Но вот во сне происходит по-другому. Я говорю, привет. И этот самостоятельно отвечает мне что-то. Я про это не задумывался. Я не говорил ему отвечать мне в этот момент так. Я вот начинаю про это думать. Блин. Это же мой сон. Там же нету других людей, которые играют за него, за того персонажа, и самостоятельно мне что-то отвечают. И я еще спорю так прямо вот с этим человеком. Получается, тот второй персонаж, это тоже задумка моей мысли. Но эта мысль, вот этот персонаж, он же где-то это все берет как-то, мне отвечает. И меня в этот момент не спрашивает, что ему отговорить. Просто отвечает. Я вот про это задумывался. И получается, этот персонаж берет все из глубины твоих мыслей, из твоего подсознания, сознания вообще, в общем, из тебя. Он формируется автоматически, но вот зависимо от чего не совсем понятно. Потому что этот человек может быть в этот момент злой, может быть добрый, как-то еще мысль свою выстраивает, еще эта мысль иногда бывает и тебя побеждает. Получается, ты во сне споришь с персонажем, который является твоим же сном, и в этом же сне есть вариант, что ты проиграешь самому же себе. Это вообще жесть. Я не знаю, вы про такое думали или нет, но это просто жесть. Потом, в обычном режиме, вот я сейчас не сплю, когда я ни о чем не разговариваю, я постоянно мыслю. Каждый из нас бесперерывно думает, размышляет, идет постоянная беседа. Ты постоянно чего-то, как будто кого-то уговариваешь о чем-то. Так, мне нужно сегодня это сделать. Ну, допустим, я про себя думаю. Многие, основная часть людей, ну как основная, вся. Все люди внутри себя постоянно уговаривают себя что-то сделать. Ему нужно пойти купить хлеб. Так, мне нужно пойти купить хлеб. Так, мне нужно сказать той девушке так-то. Так, я сейчас пойду то-то. И вот я думаю, нахрена мне нужно это про себя 10 раз сказать, а потом только встать и это сделать. Например, заняться физкультурой какой-то, да, поотжиматься. И ты сидишь такой, процесс какого-то уговаривания самого же себя, чтобы пойти и отжаться. И еще как-то этот процесс можешь и не выиграть, можешь не уговорить. Я вот задумался, кого мы уговариваем в своих мыслях? Ну, понятно, ответ. Ну, себя. Ну, себя. Кого себя? У тебя мысль, эта мысль в твоей голове начинает уговаривать, если взять, что вот, самого себя. А сам себя это кто? Сам себя это я и есть. Моя же мысль это я и есть. Получается, моя же мысль уговаривает сама же себя, чтобы она же что-то сделала. Вот это тоже жесть. Почему моя мысль не может сразу прийти к тому, что ей нужно отжаться? Я подумал, подумал и пришел к такому выводу. Мысль не себя уговаривает. Мысль уговаривает машину, наше тело. Понимаете? И вот эта беседа, которая ведется постоянно, бесперерывно, которую невозможно остановить. Любой человек, когда не разговаривает, или даже разговаривает, в голове происходит такой внутренний голос. Он постоянно разговаривает. О чем-то думает, думает, думает. Это называется думает. Но я вот вам могу сказать, что это не думает процесс. Это процесс, когда ваша мысль... Мысль это энергетическая и какая-то материя и нематерия, неважно, что это такое. Это ваш дух, душа, энергия. В общем, ваше мышление, ваше понимание. Вот это понимание, ваше мышление, управляющий, водитель, как угодно можно это назвать. Вот эта сущность контактирует с вашей машиной, с вашим телом. И вот это доказательство того, что это разные вещи. Вот душа и тело. А вот этот внутренний голос – это стыковка души и тела. Я лично для себя это так понял. Потому что мы постоянно кого-то внутри себя уговариваем, с кем-то разговариваем. Сама душа себя не будет уговаривать, потому что она так и есть. Она знает, что она хочет. А если идет спор, значит, это с кем-то идет этот спор. А с кем может идти спор внутри вас? С вашим телом. Ваша душа пытается уговорить ваше тело сделать что-либо. Тело, оно само по себе не будет ничего делать. А процесс вот этого уговаривания, нам кажется, что мы уговариваем. Мы не уговариваем, мы не спорим. Просто мысль таким образом пытается контролировать процессы тела, машины. И пытается давать, дает приказы. Это такой метод приказа организму, что вставай, вставай, вставай. Так, мне нужно встать. Сейчас встану, сейчас встану. Давай вставай, вставай, вставай. И такое тело такое, оп, встает, короче. Это просто машина получает приказ, чтобы встать. А когда ты говоришь несколько раз внутри себя, просто приказ не доходит до твоего тела по какой-то причине. И там уже я не буду внедряться. Почему мысль не может сразу. Вот, например, некоторые моменты мысль спокойно делать. Я могу, оп, рука поднялась. Я даже не успел подумать. Это как-то быстро сразу происходит. Рука. И у меня рука сразу поднимать. И я этот приказ даю. Мне не нужно заставлять руку подниматься. Давай. Ну, давай. Ну, давай. О, уговорил. А вот некоторые процессы человеку, душе приходится уговаривать. Потому что машина, простейшие вещи машина сразу делает. А какие-то трюки своеобразные, сложные, сочетание какого-то, чтобы твое тело что-то сделало, твоя душа должна это как-то научить, это тело. Если особенно тело это не умеет, этим не занималось, то душе приходится процесс обучения. Как мы учимся? Чтобы тебе выучить что-либо, букву, цифру, если тебе один раз скажут, вряд ли ты это прям запомнишь. Бывает. Но в основном вряд ли. Тебе нужно несколько раз это повторять в течение какого-то времени. И ты после этого запоминаешь, что это один, это два, это буква А, это дерево и так далее. Что если вот так вот сделать, вот так вот сделать, то будет ветер там чуть-чуть. Также душа решила, что вашему телу нужно станцевать хип-хоп вот так. А ваше тело этого никогда не делало. Ей нужно уговорить. Ну давай, ну что, давай пошли сходим, будем на танцы ходить. Да давай уже, чё ты. Тело такое встаёт, всё-таки уговаривает и идёт на эти танцы. Смотрит, блин. А вот это вот, и же тема, блин, неохота, лень. Лень – это система вашей машины. Лень – это когда ты не умеешь что-либо или уже забыл это дело. И машина не делает этого процесса. Душа в это время пытается научить и уговорить организм снова это делать или научиться этому. Это процесс лени. И некоторые люди, психологи, даже этого не подозревая, но якобы понимая, вот как раз-таки пользуются этим моментом. Типа есть такое слово «мотивация». Что такое мотивация? Мотивация – это способ уговорить тело делать что-либо. Например, ты очень ленивый, не хочешь заниматься физрой, бизнесом, не хочешь что-либо делать. Те говорят, ты такой ленивый, не можешь найти себе девушку, не можешь что-либо себе там сделать. Иди найди работу. Получается, твоя душа вроде как уговаривает твой организм, а ну давай встанем с дивана, пойдем что-то сделаем. Но не может, не получается. Почему? Потому что у твоей душе, у твоей мысли не хватает аргументов. У нее не хватает… На армянском это называется «парабхашар». Это в запасе слов не хватает. Нету этих мыслей. Чтобы по каким-то понятиям телу сказать, что слушайте, надо, потому что, потому что. Вот вставай, а то, короче, твоей жопе кранты. Мы оба сдохнем. И этот человек не может себя уговорить встать с дивана. Но вот когда он посмотрит чей-то курс, или какого-то человека послушает, приходит другое тело, с другой душой. Я, например, подхожу к кому-нибудь и говорю, слушай, ты что сидишь? Вставай, давай, или сейчас по роже получишь. Или я просто объясняю, почему ему так не нужно делать. И начинаю ему это объяснять, объяснять, объяснять. Получается, моя мысль, как внутри меня мой организм может уговорить, так же моя мысль может быть направлена, мой внутренний голос может быть направлен вне, на кого-то. И тоже это работает. Вот я когда говорю вам, это тоже внутренний голос, это моя душа, моя мысль, мой жизненный опыт. Он вам что-то говорит. Вы принимаете эту информацию, потом ее обрабатываете, и у вас в запасе есть вот этот метод. И он помогает уговорить вам, ваше же тело, делать что-либо. И получается, я могу уговорить, что человек просто встанет, скажет, да, пойду на работу устроюсь. И, короче, потом ему это начинает нравиться. Ну, может быть, не нравится, но в основном прикалывает. Типа, наконец-то. Потому что, когда ты нашел способ внутри себя своим голосом уговорить свое же тело сделать что-либо, и ты этому научился, потом тело твое уже это понимает, и ей нетрудно это делать. Например, человек, который умеет садиться на шпагат, ему, для него это как-то, ну, на шпагат. Херак сел, встал, все, шпагат. Ничего такого. Или кто умеет брэкдаст танцевать, или кто там паркур, паркурят. Такому человеку, который это уже делает давно, ему не нужно уговаривать свое тело сделать какой-то трюк. Он просто это делает, это просто обычно. Как я вот могу сейчас взять вот так вот попить чай. Мне не нужно уговаривать свое тело попить чай. Потому что это я натренировал. Свое тело уже приучил к этому процессу. Но вот сделать какой-то паркурный трюк я не могу. Мне нужно уговорить. Мне нужно поговорить с моим организмом. И вот внутри так, пошли-ка на тренировку, пошли. А организм такой тебе говорит, а почему мы должны идти на тренировку? На хера мне это надо? Тратить вот эти, свой организм на какую-то тренировку. Зачем? Ты внутри себя говоришь, ну слушай, ну вот если мы так будем делать, то наш организм дольше проживет. Как-то не будет болеть, например, спина, или там жопа мне будет затекать, или еще чего-то. Мы будем подтянуты. А мы все-таки найдем девушку. И ты можешь случиться с этой девушкой. Там, короче, можем наслаждаться женским телом. И организм внутри говорит, ох, ну я согласен. Пошли на тренировку. Ну в этом случае да-да-да, согласен. Давай, попробуем. Приходят на тренировку, блин, внутри нужно отжиматься, нужно что-то делать. Блин, чувак, это все ради девушки. Ну, если честно, то мы вообще, пацаны конкретно, вообще все делают ради девушки. Женского пола имеется в виду. Вся мотивация мужчины в этой жизни – это женский пол. Мотивация женщины… У них нет мотивации, они просто это делают. Ну потому что они женщины, и все. Не знаю, я туда внедряться не хочу. Я просто знаю мотивацию пацанов. Просто женщины, женщины, все. Ради этого пацан уговаривает себя на что угодно. Луну достанет, или звезды там, и все такое. Даже такое могут сделать пацаны ради девушки. Такие тупые вещи могут делать, что вы даже не представляете. Вот, короче, такие дела. Такая вот странная, конечно, мысль. Может быть, кому-то неинтересна, может, кому-то интересно. Но для меня это такой процесс, понимаете. Я что из этого понял? Какой вывод вообще? К чему это? Это к тому, что наш организм – это просто какая-то машина. Скафандр. Просто, не знаю, аппарат. Который способен… Вот это марка какая-то машины, которая способна на определенные вещи. Она может, например, прыгать, может что-то делать, там, говорить, шевелиться, там, отращивать бороду. Ну, в общем, комплектация разная бывает. Разные вещи могут делать. Но моя душа, которую присобачили к этому телу, у нее какие-то свои требования. Например, моя душа не хочет паркурить. Моя душа хочет кофе пить, философствовать, семья, там, что-то, что-то. Вот у нее требования к этой машине, она уговорила, делает. И по мере, например, того, как моя душа в этом мире видит какие-то процессы, он видит, моя душа, например, кто-то занимается спортом. И тоже захотела. Говорит, тоже хочу. Потом обращается внутренним голосом к моему телу, говорит, мы будем заниматься спортом. А тело это не делало. И пытается уговорить. Так вот, весь процесс, который происходит внутри вас, когда вы якобы думаете внутри, это процесс, когда ваша душа пытается научить ваше тело делать то, что она желает. И получается такая штука, что мне кажется, что эта душа, она не отсюда ва. Знаете, чтобы здесь она поняла этот мир, она действует через тело. Это как в космос полетел человек, и чтобы выйти в открытый космос, ему нужен скафандр. Или он просто там не выживет. И там ему нужно управлять этим скафандром, давать приказы. Так же и мы. Даем, наша душа дает приказы нашему телу, чтобы понять, что тут есть. Вот такие вот, короче, дела. Всем пока. Увидимся в гребанной бесконечности. Разговаривайте с собой. Уговаривайте себя. И здесь что-то и получится.